привет народ youtube продолжение наших с вами разговоров проблемный ребенок ожидание вес реальности сегодня хочу затронуть такую важную на мой взгляд темы которую многие блогер к сожалению понимает превратно а именно процесс социализации конце ролика я обязательно вам для интересующихся вставлю несколько цитат как понимается социализация учеными учеными в области педагогики психологии ну а сейчас выскажу свое мнение думая что можно не водить школу в сад многие считают а не хай будэ пройдет так социализация ребенок активный уже хорошо и правда не это не хорошо социализация что нам дает первое это возможность обучиться и усвоить навыки поведения в обществе то бишь как себя вести в общественных местах театры выставки экскурсии музеи рестораны второе это как налаживать коммуникативные связи друг с другом со знакомыми туже людьми с незнакомыми как вступать коммуникативный контакт как не попасться на улочку мошенников это тоже относится к социализации счастье как ни странно это все социализация третье это привитие общенормативных правил в обществе не только касаемо жизни как пользоваться карточкой как смывать воду в унитазе это тоже социализация не странно как пользоваться теми или иными предметами как просить о помощи использование это тоже социализация всему этому в большей степени учат детские и школьные образовательные учреждения и наивно предполагаю что не ходя в детский сад или школу можно всему научить это глубоко ошибочное мнение чему учит детский сад начнем с малого во первых это режим дня к определенному времени вы должны привести ребенка к восьми часам скажем строго там к восьми часам и пять пол пятого ребенка оттуда забрать в это время вы абсолютно свободны вы можете посвятить время себе уборки готовки стирки работе всему чему угодно в это время вашим ребенком занимаются что именно делал каждом детском учреждении есть расписание жизни она открыта и можете посмотреть и можете поинтересоваться каждым каждом детском саду когда проходит зарядка когда проходит завтра когда проходят занятия когда музыкальные занятия когда сон когда активный отдых когда отдых с игрушками и т.д. и т.п. включая приезд всяких там клоунов развлекушек хохотушек и фотограф каждый сад четко наблюдает соблюдать должен я соблюдает в принципе если это хороший сад вот это расписание жизни ребенок привыкает к режиму не надо мне говорить про то что нестандартные мышление и так далее если ребенок нестандартно мыслит он и будет и в саду мыслить вы не особо не исправите что не надо выходить за рамки не зря же извините меня в начале двадцатого века были придуманы детские события не просто того что освободить от кухонного рабства как в фабрике кухни когда-то думаю для того чтобы воспитывать подрастающих поколений поверьте мне как человеку который больше двадцати лет работает системе повышения квалификации и приготовки работников образования что все нормы норматива в том числе и по питанию соблюдаются детском образовательном учреждении за этим очень строго следят строгий надзор за таким процессом более того саду особенно если это специализированный сад есть занятия дефектологов логопедов психологов воспитатели обязаны проводить работу просветительскую среди родителей что является дополнительным плюсом где могут вам рассказать о том какие есть особенности поведения в возрасте то на том или ином этапе какие есть проблемы как с ними лучше справляться все это опять же прописывается методистом детского сада специальных внутренних изданиях методичках для сада да я согласна с тем что сейчас очень много бюрократии что очень много приходится бумаг сдавать что многие уходят из детских садов уже воспитатели которые работают что все это фикция ну значит ваше образовательное учреждение не достойно если это все фикция что переполнены из групп с этим сейчас уже борются перетерпитесь чуть-чуть все это методическая работа рано или поздно сойдет на нет я вас уверяю потому что все перейдет электронный вид будете в гаджетах все это писать ну не об воспитателях речь хотя я очень уважаю труд воспитателей и считаю что это нелегкий труд нелегкий труд научить детей ходить рядышком устроим как ни странно да физкультурные занятия музыкальные занятия культурно просветительские занятия все это необходимо поэтому тот кто говорит я не буду водить свою ребенка это дорого есть один такой канал который нам рассказывает о том что он будет экономить на детском саду милейшая что вы будете делать в школе если вам детский сад дорого зато в этот сад ходит трехразовое четырехразовое питание в этот сад ходят различные развлекушки и так далее там созданы условия для того чтобы ребенок ваш днем отдохнул да дом конечно тоже созданы условия несомненно но это все не так поэтому детский сад это особый этап жизни ребенка и желательно чтобы каждый ребенок все таки отправился пускай это будет частный детский сад пускай это будет развивающий центр как некоторые пишут а это раскрученные ребят детьми так как занимается специалист вы заниматься не сможете специалисты для этого учатся от 3 до 6 лет вы учились этому поэтому не учились поэтому давайте не будем спорить на тему того что воспитатели не нужны да бывают всякие экземпляры мы не будем брать самые крайние случаи я не знаю у меня ребенок ходил два сада вакобедические в обычной несмотря на все наши проблемы трудности с усвоением чего-либо слава богу повезло и не повезло просто мы выбирали сад который поможет поможет ребенок знал что к 8 утра как на работу что вечером обязательно заберут что там есть друзья там есть знакомые там свой мир детский свой мир там другие пособия специальные развивающие там другие игрушки вы это дома полностью не обеспечите еще один фактор это инфекция да пойдет сад будет болеть с утра до вечера до первый год будет болеть да но так формируется иммунитет иммунная защита хотите вы этого не хотите не будете водить сад начнете болеть в первом классе выбирайте лучше переболеть в ветрянке в 3 в 4 года или в 7 8 а то и 18 лет две большие разницы еще один фактор который нужен особенным проблемным детям это специализированные детские образовательные учреждения что касается их так там вообще строжайший контроль за исполнением всего и всем поверьте мне контроль именно за поведением за соблюдением режима дня за выполнением обязательств профессиональных работниками там намного даже больше страха нагоняют на воспитателей я вас уверяю я знаю это из частной кухни чем в обычных детских садах тем более наполняемость групп там небольшая поэтому если вам предлагают логопедический сад или сад или детей с нарушением слуха зрения не сомневайтесь и идите не жалейте и идите первый год полтора будете болеть будете но идите потому что там комплексная работа там это на регулярной основе вот как одна блогерша моя землячка они неделю ходят в месяц дома сидят причем по ерунде сидят и это неправильно потому что в сад надо ходить каждый день там же и праздники готовятся там же и выступление детей показательные да как мартышки иногда выглядит на сцене ну куда деваться опять же это процесс социализации дальше пойдет у вас школа школа тоже прививать свои нормативы поведения класс более большой как вести себя среди других людей как обучаться этому тоже учить учиться учить учиться один из главных принципов 21 века научить ребенка учиться посмотрите что происходит с гаджетами посмотрите что происходит с информационным миром постоянно меняются программы и ребенок должен школе научиться учиться и получить базовые умения навыки знания и еще такое одно страшное слово компетенция для того чтобы в этом мире стать успешным поэтому семейники домашники индивидуальники все наверное хорошо но нужен коллектив школьный да нужно пройти для современного мира и обзывательство и унижение от старших это надо надо учиться отстаивать свою точку зрения и чтобы младшие слушали старших это тоже надо и надо все эти мероприятия школьные они необходимы и кружки тем более сегодня так построено расписание что ребенок уже в первом классе занят по полной программе с пол девятого утра до трех часов дня с основной проектной деятельности если у вас есть желание чтобы ребенок был тихим домашним спокойным он будет если он такой как в природе а уже там идут когда проблемные всякие периоды жизни когда не хочу учиться хочу жениться я об этом уже рассказывал те периоды просто надо пережить просто пережить и все будет намного лучше я вас уверяю поэтому в конце ролика обязательно поставлю вам определение и если кто со мной не согласен давайте спорить давайте опровергать что школа не нужна детский сад не нужен кружки не нужны все получишь дома не получишь ничего дома получишь но не в той степени если кому интересно не социализированный пример не социализированных детей социализированный якобы посмотрите на одну всем известную семью не буду спорилить которая вызывает массу негодований как дети ведут себя находясь в общественных местах я не считаю что это норма я не считаю что дети воспитаны дети кричат дети орут дети дерутся дети виснут на друг друге были бы они в школе их бы давно бы уже научили как себя вести в общественном месте они похожи на тех детей которые вырвались из замкнутого пространства и наконец-то вот вот не знаете энергия привод не знает куда дети так же как некоторые блогеры когда не знают что сказать начинают себя трогать во всех местах ну немножко отвлеклись от темы но приблизительно вы поняли мое направление мысли я за детский сад я за образовательные учреждения я за посещение кружков и секций Это все учит ребенка жить в этом сложном мире Все, абсолютно все, чтобы вы не говорили и не уповали, что у вас идеальный дом Не бывает идеальных домов, нельзя это сделать Нельзя наполнить дом кучей дидактического материала Вызвать к себе всех учителей по всем специальностям Не зря же есть педуниверситет и педучилище Подумайте об этом на досуге А с вами была Глафира Абрамовна, которая плохого не посоветует В комментах обязательно, если у кого возникнет желание Напишите, какую бы тему вы хотели бы еще обсудить со мной Потому что мне само это интересно Я давно уже в этой сфере кручусь Это область моих профессиональных интересов Не личных, а именно профессиональных интересов Поэтому всем хорошего дня Спасибо, Глафира Абрамовна плохого не посоветует Чмоки-чмоки в обе щеки Пока